Мы живем за мониторами. Работаем, отдыхаем, учимся, развлекаемся. Мы проводим перед экраном лучшие годы жизни и вспоминаем о зрении в самый последний момент. Нет, это не передача «Жить здорово». В очередном обзоре мы поговорим не только о мониторах, но и о глазах. Эксперт выпуска Роман Мачинский, редактор интернет-портала tag.ru. 32 дюйма, 4К. Первые панели с такими параметрами стоили, как колесо от Майбаха. Их вешали в больших гостиных над камином и собирались у экрана по вечерам всей семьей, чтобы посмотреть первый сезон «Игры престолов». Я давно работаю с мониторами в ультравысоком разрешении, но эта модель интересна тем, что в качестве универсального монитора она претендует на то, что закроет ваши обычные домашние потребности по просмотру контента и его производству. Также монитор подойдет прекрасно для работы с офисными приложениями. Его диагонали разрешения позволяют распределить на рабочем пространстве либо несколько открытых окон для одновременной работы и мониторинга, либо развернуть какое-то приложение в полноэкранный режим для максимально детального отображения изображения, видео, до чего угодно. Во вступлении к видео мы говорили о зрении не ради красного словца. BenQ и W3270U поддерживает набор технологий iCare, снижающий нагрузку на глаза. Технология Brightness Intelligence Plus позволяет делать следующее. С помощью небольшого датчика на передней панели монитора происходит автоматическая регулировка яркости подсветки и цветовой температуры. Живой пример. За окном немного стемнело, пришли тучи. Поэтому в помещении общая освещенность уменьшилась. Что сделал монитор? Автоматически понизил общую яркость подсветки панели, тем самым дал возможность находиться в комфортной зоне. Опять же, для моих личных глаз. Low Blue Light – это технология, которая заставляет синий спектр свечения монитора немного опускать, либо делать его менее насыщенным. Как известно, синий свет не очень хорошо воспринимается зрительным аппаратом человека и является фактором, который не более утомляет долго работающего за монитором, смотрящего на экран. Утомляемость глаз зависит и от мерцания изображения. Разработчик гарантирует отсутствие фликеринга на всех уровнях яркости, и это похоже на правду. Монитор оснащается 8-битной VA-матрицей от TPV Technology. BenQ заявляет 95-процентный охват цветового пространства DCI-P3, яркость в 300 кандел на квадратный метр и контрастность 3000 к 1. EW3270U умеет корректно воспроизводить HDR-контент. Вы не увидите перефотошопленной психоделики или надписи. Устройство не поддерживает данный тип контента. Мы протестировали этот монитор в тестовой лаборатории ТХГРУ. И нас впечатлили в следующий момент. Во-первых, этот монитор показал отличный цветовой охват в пространстве SAGB – 99%. Затем нам понравился разброс цветовой температуры по диапазону яркости, а также точность отображения отдельных цветовых оттенков. Два разъема HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, USB Type-C. Подключить к монитору можно любой современный источник видеосигнала. Встроенными аудио-возможностями вы вряд ли воспользуетесь, но звук тут есть. Два маломощных динамика и выход под наушники. Монитор можно ставить на стол, можно вешать на стену. В последнем случае будут, кстати, отверстия под стандартное крепление VESA 100 на 100. Рассказывая о гаджетах-девайсах, мы обычно обходим вопрос цены. С одной стороны, у каждого из нас свои финансовые возможности, с другой – никто не отменял распродажи, акции и дисконты. На этот раз мы сделаем исключение, просто потому, что BenQ EW3270U по состоянию на май 2019 года – один из самых доступных 4К-мониторов с диагональю 32 дюйма. Поработав за этим монитором некоторое время, я понимаю, что такое решение полностью удовлетворяет мои потребности в производительности, в качестве отображения картинки, в удобстве работы, в размере диагонали. Достаточно весомая вещь – это те технологии, которые компания Bentley заключила в эту серию мониторов. Так брать или не брать? Если вы профессиональный цветокорректор или серьезный геймер, то перефразируя незабвенного солиста группы Queen – search must go on. Поиск должен продолжаться. А вот если вам нужен универсальный монитор для индивидуального пользования с функцией защиты зрения – да, берите смело. Подписывайтесь на канал Geek to the Future, ставьте лайки, комментируйте, помните про колокольчик. И не забывайте – будущее в наших руках!